МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Личные слушания по проекту областного бюджета. Две трети всех расходов бюджета, а это более 95 миллиардов рублей, приходится на социальную сферу. Хоть в закладке, хоть в сети найдут. Донскому отделу по борьбе с наркотиками 25 лет. Нужно мыслить как сбытчик, находиться постоянно в сетях, общаться, в форумах. Срубил он нашу елочку и получил штраф. Перед Новым годом усилена охрана лесов. Обнаружили незаконную порубку новогодней сосны. На месте преступления находилась газель, нарушитель, естественно, сам, и большая куча елок. Сделано на Дону теперь и питьевое. Знак качества получила минеральная, питьевая и детская вода Аквадона. Дополнительно оснащается ссором и йодом. То есть используется добавка, которая полезна для деток с первых дней жизни. Публичные слушания прошел сегодня проект областного бюджета на ближайшие три года. Финансовый документ представили общественности в законодательном собрании. Ознакомиться со статьями доходов и расходов жителям Дона предлагали и в интернете. Проект размещен в открытом доступе на сайте Донского парламента, портале правовой информации и ресурсе «Открытый бюджет». Стабильным и некризисным называют проект областного бюджета в Минфине. 2016-й показал, налоговых поступлений от крупных предприятий достаточно, чтобы наполнить казну. Так что сомнений в доходной части нет. Она продолжит расти и в 2017-м составит 139,5 миллиардов рублей. Однако и эту цифру превысят расходы. Потратить на все про все предстоит 144,5 миллиарда. Дефицит чуть больше 4%. Бюджет Ростовской области сохраняет свою социальную направленность. Это безусловно. Две трети всех расходов бюджета, а это более 95 миллиардов рублей, приходится на социальную сферу. Запланированы расходы на поддержку сельского хозяйства, стимулирование экономики. Это и инвестиционные кредиты, это и погашение части банковских процентов предприятий, это и поддержка малого бизнеса, среднего бизнеса, это поддержка некоммерческих организаций, которые работают в этой сфере. Это предоставление налоговых льгот. На что будем тратить деньги и в каком количестве изучают представители общественности. Чтобы обсудить главный финансовый документ, они съехались со всей области. Те программы, которые были, это материнский капитал, федеральный и областной, который Василий Юрьевич утвердил, он сохранился. Детские сады детям сохранились. Участки под строительство индивидуальное многодетным тоже сохранились. Это радует. Народу что нужно? Медицинское обеспечение, хорошее обучение для детей, детские сады, ясли, жилье для проживания и детей, и старух, и инвалидов, и вообще всего населения. И вот все эти позиции, которые для жизни нужны, их и нужно обсуждать. Замечания и предложения по бюджету после публичных слушаний отправят рабочей группе на доработку проекта. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дадону. Сегодня Василий Голубев назначил своим заместителем Виктора Гончарова. Он заменит ушедшего на пенсию Вячеслава Василенко и будет курировать агропром и экологию. Виктор Гончаров уже работал замом губернатора в 2010-2014 годах, а затем возглавлял региональную корпорацию развития и был советником губернатора. Окончив Новочеркасский инженерно-миллиоративный институт, долгое время работал на предприятиях АПК. Также Виктор Гончаров – атаман Всевелийского войска Донского. Федеральный фонд развития промышленности готов финансировать донские производства. Займы не выше 5% уже получили три крупные ростовские компании. На очереди – малый бизнес. Создать региональный фонд развития промышленности Василий Голубев поручил областным Минпрому и Минфину в ноябрьском инвестиционном послании. Развитие донской промышленности сегодня обсуждают участники второго форума промышленной кооперации. «Невс» и «Рассельмаш», например, уже активно сотрудничают с мелкими местными предприятиями. Мы сегодня говорим не только о прямых поставках, допустим, каких-то комплектующих. Мы говорим о способности малых и средних предприятий обеспечить технологические разработки по заказам крупных предприятий. И рассчитываем, что это как раз задача на следующий период, на следующий год. Около 30 компаний представили свои разработки на технологической ярмарке. Она проходит в Донской столице впервые. Охрана хвойных лесов усилена. С приближением Нового года в леса тянутся мужички на дровеньках с надеждой срубить под самый корешок елочку на продажу. Но их готовы встретить усиленные патрули. К лесоводам подключаются полицейские и казачьи дружины. Срезана сосна крымская. Вон следующее, вот это, там. В общем, в количестве 61 штуки. Столько новогодних сосен срубили браконьеры в надежде на легкие деньги. Двое из них задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Вряд ли сам оценивают в 102 тысячи рублей. Обнаружили незаконную порубку новогодней сосны. На месте преступления находилась газель. Ну, нарушитель, естественно, сам. И большая куча елок. В ходе оперативных действий были вызваны сотрудники полиции, которые отреагировали на наш звонок оперативно. Сосны в Донских лесах для продажи не предназначены. Их задача – защищать почву и очищать воздух. На праздник могут пойти только деревья, которые мешают росту других. Их заготавливают во время так называемой рубки ухода. А браконьеры рубят без разбора. А значит, до января лесоводы будут проводить дополнительные рейды. Организуем патрульные группы. Планируем дополнительные маршруты, внеплановые рейды. Причем эти рейды у нас в основном такие внеплановые. Приходится на ночное время. Также выходные дни. Из-за жаркого и засушливого лета хвойным лесам у нас требуется особый уход. Чтобы вырастить среднюю новогоднюю сосну, нужно от 6 до 10 лет. А чтобы погубить – 10 секунд на взмах топора. За одну вырубку штраф от 3 до 5 тысяч. Если более, это уже уголовное дело. И штраф от 100 до 200 тысяч. И где-то уголовное наказание до 2 лет лишения свободы. Заметим, что в декабре и январе штрафы увеличиваются вдвое. А с Искрынниковой Юрий Санкин на Дону. Нет наркотикам. Они не убеждают, а хватают за руку. Донскому отделу по борьбе с наркотиками 25 лет. Сегодня с производителями и распространителями борются на улицах, в лабораториях и в интернете. Вот это не мое уже, парни. Новогодние тебе. Я клянусь, не мое. Это подстава какая-то. Его, его, уверены оперативники. Мужчина выложил в сеть свои фото с колбами для изготовления наркотиков. Личность вычислили в два счета. Приехали домой и нашли приготовленные закладки амфетамина и курительных смесей. Игорь Чепурной последние несколько лет борется с наркоторговцами в интернете. У преступников все больше изобретательности. Но и оперативники на месте не стоят. Нужно мыслить как сбытчик. Доходиться постоянно в сетях, общаться, в форумах. Иногда приходится даже работать под прикрытием, создавая ложные рекламные объявления по продаже наркотиков. Помогают искать верные товарищи самых разных пород. Немецкие овчарки, пудели, лабрадоры. О находках сообщают, ложась на пол. Герой. Мой хороший такой пёс. Ищи. Герой на службе девятый год. Пора бы на пенсию. Но отпускать ценного бойца не хотят. Находит все виды наркотиков. Кроме того, это единственный служебный пёс в области, способный найти спайс. Главное оружие ветерана – игривость. Существует такое мнение, что мы собак кормим наркотиками. Мы ищем таких собак, которые играют мячиком. А дрессировка строится именно на имени. Подозрительные вещества поступают в лабораторию экспертно-криминалистического центра. Предположить, что это наркотик, поможет химическая реакция. Прикапываются несколько капель реактива морки. При изменении в течение минуты окраски на фиолетовую, это подтверждает наличие в данном веществе либо ацетийных производных опия, либо просто алкалоиды опия. Оказалось, этот порошок – героин. За аппаратом в машинном зале определяют его качественные и количественные свойства. Проба с наркотическим веществом вводится в хроматограф, чтобы определить состав веществ и примесей, которые находятся в этой пробирке. Последние несколько лет самые частые гости здесь – соли и спайсы. Хотя спайсовой эпидемии несколько лет назад Ростовской области удалось избежать. Обошлось без жертв. В свой праздник борцы с наркотиками призывают ростовчан к сотрудничеству. Сообщайте, где торгуют смертью, по телефонам горячей линии на экране. Ай, молодец! Хорошо, герой! Хорошо, хорошо, герой! Хорошо! Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону. Сделано на Дону в ростовских скважинах. Знак качества получил Аквадон на минеральную, питьевую и детскую воду. Добывает эту воду из шести артезианских источников. Аквадон течет больше 20 лет, неся к прилавкам и минеральную, питьевую и специальную детскую воду, которой, конечно же, особый подход. Дополнительно оснащается тором и йодом. То есть используется добавка, которая полезна для деток с первых дней жизни. И она рекомендована также для приготовления смеси для детского питания. Аксинья идет напрямую из скважины и только очищается. А остальные виды готовят по особому рецепту. Качество воды проверяют ежечасно. Свой контролер на каждом участке. Следят и за содержанием, и за внешним видом. Бутылка проверяется на наличии этикетки, целости этикетки, бутылки самой, наличие принтера на самой бутылке. Также наличие ручки, качество упора крышки. Чтобы быть конкурентными, необходимо продукт поддерживать в современном дизайне, в современном стиле упаковки. Поэтому мы планируем и новые виды бутылок, новые формы, новые виды продукции. И, конечно, обновление тех марок, которые потребитель знает давно. Знак «Сделано на Дону» дает покупателям гарантию качества, а производителям ряд преимуществ на рынке. Взаимодействие с торговыми сетями, что немаловажно является для продвижения непредставленности на рынке. И, конечно же, ряд еще других, в том числе организационных мер, мер, направленных на популяризацию бренда, на маркетинговые какие-то мероприятия. Пока «Аквадон» получил знак на три наименования продукции, но и другие виды на очереди. Олеся Слыньков, Станислав Фоменко. Узнать Корею, прикоснуться к ней, почувствовать и даже забрать с собой смогли гости фестиваля корейской культуры в Ростове. Повод достойный. Корейской диаспоре на Дону исполнилось 25 лет. Праздник в ДК железнодорожников напоминал уютную провинцию страны утренней свежести и белых одежд. Именно так, содержательно, можно перевести на русский короткое слово «Корея». Очень радует, что жители Дона интересуются конкретно корейским языком, культурой. В этом году мы открыли добавок, доказательства, факультетив ДГТУ. У нас в ринге есть уже больше 12 лет, пулишевки. И, конечно же, очень приятно, что люди на самом деле переходят на качественный уровень именно культуры других национальностей. Национальные праздничные мотивы, игра на барабанах, сольное пение, танцевальные постановки. На сцене выступили несколько десятков корейских творческих коллективов со всего региона. Ассоциация корейцев Ростовской области создана в 1991 году. И сегодня это самое крупное национальное объединение. На Дону живут более 11 тысяч корейцев. «С одной стороны, казалось бы, 25 лет организации – это не так много. А с другой стороны, 25 лет – это четверть века. И за это время корейцы, которые проживают на Дону, они заявали свою почет, уважение, авторитет. Организация действующая, организация очень активная». Ненациональных культур в Ростовской области призваны рассказать о традициях и обычаях разных народов. А их на Дону – около 150. Анна Туполева, Станислав Фоменко. На Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Мария Филинкова. До встречи на Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова